Добрый день. Проект нового кодекса об административных правонарушениях устанавливает для граждан Российской Федерации штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом прививок и медосмотров. Ссылка на данный законопроект есть в комментариях к данному видео. Можете с ним ознакомиться. Кого же коснутся данные правки и начнут ли нас штрафовать за отсутствие прививки от коронавируса. Постановлением правительства номер 825 определен перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания, инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Данный перечень состоит из 12 пунктов. Туда входят работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, работы в организациях с больными инфекционными заболеваниями. Ну и многие-многие другие. Посмотреть полный перечень вы можете в комментариях к видео. Вот как раз эти категории работников и подпадают под новый вид штрафа. Прививки в России остаются делом добровольным. Но если вы, например, врач и лечите людей, то обязаны делать прививки в соответствии с календарем профилактических прививок. У работников остается право выбирать делать прививку или не делать. Но если он прививку не сделает, то работодатель обязан его отстранить от работы до прохождения работников вакцинации. И что самое главное, без сохранения заработников заработной платы. Если работник прививку не сделает, а на работу выйдет, то в соответствии с новой нормой КОАП РФ он будет оштрафован на сумму до 7 тысяч рублей. Соответственно, если в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, извините, будет добавлена прививка от COVID-19, то данная прививка станет обязательной для огромного количества людей. И в случае отсутствия у работника данной прививки, его могут оштрафовать на сумму до 7 тысяч рублей. Напишите, пожалуйста, комментарий, надо ли вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. И стоит ли, штраф сделать обязательным для всех в случае отказа от прививки на коронавирус. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующее видео первыми.